Эдуард Асадов. Веселье Руси. Читает Павел Беседин. Веселье Руси есть пяти. Владимир Мономах. Кто твердит, что веселье России есть пяти? Не лгите, у истории нашей, у всей нашей жизни спроси. Обращаясь ко всем, укажите перстом, докажите, кто был счастлив от пьянства у нас на Великой Руси. Говорил стольный князь те слова или нет, неизвестно. Если ж он даже где-то за бражным столом пошутил, то не будем смешными, а скажем и гордо, и честно, что не глупым же хмелем он русские земли сплотил, а о том, что без пьянства у нас на Руси невозможно, что за рюмку любой, даже душу согласен отдать. Это ложь так подла, до того непотребно ничтожно, что за это ей Богу не жаль и плетьми отрезвлять. Что ж, не будем скрывать, что на праздник и вправду варили брагу, пиво и мед, что текли по густой бороде, но в сердцах хлеборобов не чарой бездумною жили, опьянели от счастья лишь в жарком до хмеля труде. На земле могут быть и плохими, и светлыми годы, человек может быть и прекрасный, и мелочно злой, только нет на планете ни мудрых, ни глупых народов, как и пьяниц народов не видел никто под луной. Да, меды на Руси испокон для веселья варили. Что ж до водки? Ее и в глаза не видали вовек. Водку пить нас, увы. Хорошо чужеземцы учили. Зло творить человека научат. Всегда человек. Нет, в себя же плевать нам. Ей Богу никак не годится. И зачем нам лукавить и прятать куда-то концы? Если водку везли нам за лес, за меха и пшеницу, из земель итальянских гонзейские хваты купцы, а о пьянстве российском, по всем за границам орали сотни лет наши недруги, подлою брыжа слюной от того, что мы это им тысячу раз позволяли и в угоду им сами глумились подчас над собой. А они еще крепче на шее у родины висли и хитря подымали отчаянный хохот и лай. Дескать, русский, дурак, дескать, нет в нем ни чувства, ни мысли. И по сути своей он пьянчуга и вечный лентяй. И, кидая хулу и надменные взгляды косые, а в поклепы влагая едва ли ни душу свою, не признались нигде, что великих сынов у России может в семеро больше, чем в их заграничном раю. Впрочем, что там чужие, свои же в усердии зверском, а всех злея, как правило, ранит ведь свой человек. Обвинили народ свой едва ли не в запойстве вселенском и издали указ. О каком не слыхали вовек и летели приказы, как мрачно суровые всадники. Видно, грозная сила была тем приказом дана и рубили, рубили повсюду в стране виноградники и губились безжалостно лучшие марки вина. Что ответишь и скажешь всем этим премудрым законщикам, что, шагая назад, уверяли, что мчатся вперед и которым практически было плевать на народ и на то, что миллионы в карманы летят к самогонщикам. Но народ в лицемерии всегда разбирается тонко. Он не слышал запретов и быть в дураках не желал. Он острил и бронился. Он с вызовом пил самогонку и в хвостах бесконечных когда-то за водкой стоял. Унижали народ. Да чего же его унижали? То лишали всех прав в деспотичность венцовые дни. То серости пьяной на всех перекрестках кричали. То лишали товаров. То слова и хлеба лишали. То считали едва ли не быдло тупому сродни. А народ все живет, продолжая шутить и трудиться. Он устало чихает от споров, идей и систем. Иногда он молчит. Иногда обозленно бронится. И на митинги ходит порой. Неизвестно зачем. Но когда-то он все же расправит усталые плечи. И сурово посмотрит на все, что творится кругом. И на все унижения и лживо-крикливые речи. Грохнет по столу грозно тяжелым своим кулаком. И рассыплются в дребезги злобные мелкие страсти. Улыбнется народ. Мы вовеки бессмертны страна. И без ханжества в праздник действительной правды И счастья выпьет полную чашу Горящего солнцем вина.